всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 4 октября вот так как у меня интернет сегодня порвали я теперь еще и про землю смогу вам показать это наверное так он только у нас в городе может быть сейчас покажу вам вон видите на столбе такой кабель висит и рядом гора земли я думала что какой-то водопровод тянут а это они тянули какой-то кабель вот один кабель короче протянули интернетовские остальные все порвали закопал экскаватор все и уехал все теперь это наверное до понедельника все будет теперь в понедельник будут искать порыв нашего кабеля который там уже лежал в земле ужас короче все что попало мы про землю я вот когда снимала видео ролик о том как я подготавливаю осенняя подготовка почвы я говорила что я добавляю землю улучшая структуру почты вот этот дерновый и одна из зрительниц как всегда этот вопрос обсуждается у нас ежегодно подняла вопрос о том что нужно знать какую землю мы добавляем и сейчас очень при что много сейчас очень таких некачественных продавцов земли что может быть земля это отработка старая из теплиц вот когда меняют грунт в теплицах производственных больших в оранжереях они эту землю не выбрасывают как должны были куда-то вывозить как нужно а продают или фасуют вот на пакеты в пакеты для рассады грунт поэтому у людей которые покупают эти в пакетах магазинных землю для рассаду иногда бывают встречаются какие-то болезни которые там остаются даже встречаются насекомые появляются которые там остались ой как раз мы исторический момент попали приехал ростелеком искать порыв нашего кабеля слава богу может быть найдут все начальство приехала вот хорошо ладно мы про землю продолжаем и смотрите и она предложила делиться впечатлениями написать комментарии какой грунт какой фирмы например ужасный купив который человек получил там заболевание рассады или каких-то насекомых а какой грунт какого производителя можно действительно похвалить я бы присоединилась к вам но дело в том что я грунт покупной никогда не использую я могу сейчас вам только пояснить про землю которую мы добавляем какую землю добавляю я и как нужно выбирать продавцов земли или где брать землю но у нас вот например мою ситуацию я не могу свою ситуацию представить как как сказать как часто часто встречающуюся потому что я живу далеко от центра у нас город очень очень маленький и у нас нет производственных теплиц и у нас не может быть вот этой отработки тепличной земли я всегда знаю какую землю я привожу и какую я добавляю но этому это позволите может не каждый потому что в больших годах в городах ясно что вы не отследите откуда приехала земля я вот которую землю показывала весной в том году покупала 5 тонн я знакома с этим человеком 7 лет он мне привозят всегда я знаю что он живет в деревне он мне привозят с фермы вот этот перегной и рядом же с фермой они сделали такую маленькую выработку берут этот чернозем и в маленьких количествах продают конечно это все противозаконно я даже не буду не называть не населенного пункта ничего но это у нас распространено в нашем городе могут в любом месте в любом стиле толхозники частным способом снять дерн и вот какую-то часть небольшую часть этой земли продать ну садоводам огородникам города ну хоть что-то взять от государства как ну как хоть как-то поддержать свой уровень жизни я их не осуждаю я покупаю такую землю хотя это противозаконно вот эта земля в отличие от той куплена у меня на предприятии и я тоже знаю с какого она села в пригороде я тоже знаю ее происхождение я точно знаю что это не теплица я сейчас объясню как можно где-то взять землю официально нынче взяла эту землю потому что купленная официально она намного дешевле выходит это сколько-то полторы тысячи что ли а зато я отдаю участников три с половиной но здесь она немного другого качества она хоть и черная но видите как она тут как мне муж сказал это он привозил с примесью немножко глины чуть-чуть не чисто чернозем но это тоже хорошая земля ни разу на ней никто ничего не садил не выращивал ни пшеницу ничего потому что многие выражают опасения огородники что можно купить землю с того места где раньше были поля колхозные например и где много удобрения там нитраты всякие обработки что она уже засорена и мы ее потом покупаем вот эта земля я точно знаю не засорена как производство как получилось вот эта земля смотрите предприятие покупает какой-то участок земли несколько гектар для как устройство песчаного карьера например у нас все села все села и вот город наш вдоль рек вдоль реки это вот вдоль реки бии мы живем а вот это вдоль реки катуни они снимают весь этот дерн чтобы дойти до песка снимают потом вот этот 20 сантиметровый у нас не очень большой 20 25 сантиметров от силы 30 сантиметров черной земли снимают вот этот всю черную землю потому что им нужен чистый песок и сгребают в большую большую кучу все и начинается у них вот это вот они продают песок выгребают там так значит первый вариант чистую дерновую землю можно купить на любых где вот на карьера где вырабатывают песок песчано-гравейную смесь они для того чтобы добраться до своего песка вот этот плодородный грунт в кучу сваливают и обычно или продают или вот у нас еще был случай дороги строили дорога дороги когда начался вот этот проект этот короче город бийск ворота горного алтая начали расширять там новые дороги строить вообще по по тем местам где были заброшенные поля там перед тем как строить дороги они этот грунт снимали и потом возили в город там клумбы делать все короче вот такая чистая земля с полей которые брошенные были но не освоенные сибирские поля это целина это не брошенные там хорошая чистая дерновая земля и пусть она по качеству не совсем черная у нас в сибири черноземов мало почти нет она будет или с примесью немножко там песка или с примесью глины но зато она чистая это не тепличная еще вариант землю такую где можно взять ну конечно самим просто приехать я же в прошлом году показывала дерн снять в любом на любом лугу на любом поле где поле не колхозное не засеяно видно что там пшеница не выращивается и просто накопать вот такой прекрасной земли все вот я знаю вот эти варианты но конечно в магазинах я в пакетиках не беру потому что смысла нет у нас город окружен такими районами незасеянными незасаженными на которых растет только трава и ничего больше никогда не росло земля на них прекрасно вы ко мне приехали да 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 вы мастер сейчас я все я иду вот кстати ко мне приехал мастер ремонтировать интернет однако сегодня будет все до свидания